В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем март и апрель 2021-го. В апреле в Сарове прошла четвертая ежегодная конференция поставщиков. Почетными гостями стали руководители Министерства экономики и инвестиций, Министерства промышленности, торговли и предпринимательства, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, руководители ключевых организаций города Сарова. Научные и инновационные разработки, экономическое состояние малого и среднего бизнеса. Итоги работы за 2020 год. Эти и другие темы обсуждали участники 4-й городской конференции поставщиков. На сцене с докладами выступили руководители организации Министерства торговли и предпринимательства, банков. В приветственном слове директор ФИАЦ НИЭФ Валентин Костюков отметил, что за последние 10 лет ядерный центр в разы увеличил объемы закупок, количество рабочих мест, уровень заработной платы и процент налоговых исчислений. Объемы работ, с которыми ВНИЭФ заключил договора в 2020 году с предприятиями Саровых, цифра 8 миллиардов 254 миллиона, 3,8, почти 3,9 миллиарда – это капитальное строительство, 4,369 миллионов, 4,369 миллионов товаров и услуги. Производство продукции для гражданского сектора, национальный центр физики и математики, православный центр в рамках туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров», развитие городской инфраструктуры. Для реализации дальнейших проектов ядерный центр в ближайшие годы планирует ввести около трех тысяч молодых специалистов и рабочих. На фоне этого особенно важно обновить и сохранить связи с поставщиками. По словам министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области, 2020 год стал тяжелым испытанием для многих отраслей. Несмотря на это, Саров продолжает занимать ведущие позиции в экономике региона. Стабильно город Саров занимает четвертое место по результатам оценки уровня социально-экономического развития. А по итогам 2020 года Саров у нас в регионе на первом месте по величине заработной платы. То есть это практически 200% от средней по Нижегородской области. Сотяжеспособный спрос на Саровской территории, он значительный. Это позволяет как раз выбирать достаточно диверсифицированно, подходить к выбору способа ведения бизнеса. Конференция поставщиков – это возможность для прямых переговоров на уровне заказчик-исполнитель. На выставке саровчане и гости из Нижнего Новгорода представили продукцию и услуги от выпечки и стройматериалов до спецодежды и высокотехнологичного оборудования. В этом году разнообразная, более 20 предпринимателей у нас здесь представлено. Причем могло быть больше, но, к сожалению, ковид диктует нам свои условия, больше мы не смогли разместить физически. Здесь и сфера услуг. В основном бизнес для бизнеса. Это и рекламные услуги, и услуги образовательного характера, и, конечно же, услуги по изготовлению какой-то продукции. Например, выставочное оборудование у нас выставляется. Это и специализированная одежда. Причем два представителя у нас этого направления сегодня участвуют. На конференцию для обмена опытом приехала делегация из Бора. Представители городской администрации и завода алюминиевых конструкций. Руководители банков, в свою очередь, рассказали промышленникам и предпринимателям о возможных способах поддержки бизнеса. В конце апреля в администрации прошел торжественный прием ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Свидетели тех памятных событий поделились впечатлениями и рассказали свои истории пребывания в 30-километровой зоне. Также речь шла о необходимости установки в нашем городе памятника ликвидаторам аварии. Общественная организация «Союз Чернобыль» в Сарове существует 27 лет. Сейчас в нее входят почти 300 ликвидаторов последствий аварии, которые всколыхнуло весь мир. Это люди, которые самоотверженно вкладывали силы и время, рисковали здоровьем и жизнями ради восстановления радиационной обстановки. Перед 35-летней годовщиной со дня чернобыльской аварии глава города и представители городской думы организовали торжественный прием. Слова благодарности за то, что вы выбрали то направление, тот путь, и чего бояться этих слов, спасли наши территории от возможного развития ситуации, при которой наша страна выглядела бы иначе. За общим столом ликвидаторы поделились впечатлениями, рассказали свои истории пребывания в 30-километровой зоне, о своем вкладе в масштабную работу. Также участники встречи обсудили необходимость установки в нашем городе памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. С этой инициативой члены Союза выступают с 2010 года. Специалисты подготовили эскизы, составили предварительные сметы. Но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Если руководство города эти вещи понимает правильно, то они должны это дело сделать, открыть, чтобы люди знали, что была такая большая беда, которую советские люди победили, и этот вопрос решили, который многих, многих, две трети уже их не на живых. Участников чернобыльских событий наградили благодарностями от администрации города. Глава пообещал взять вопрос с установкой памятника на особый контроль. 27 марта в ДК прошел праздничный концерт, посвященный 200 десятилетию внутренних войск и пятилетию образования Росгвардии. Саровскую дивизию из Нижнего Новгорода приехал поздравить ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. 210 лет внутренним войскам и 5 лет со дня образования войск Национальной гвардии. В ДК прошел праздничный юбилейный концерт, посвященный Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации. «Ветераны заложили славные боевые традиции. Мы надеемся, что вы в своем добросовестном исполнении воинского долга перед нашей Родиной, перед народом внесете свой достойный вклад при умножении славных боевых традиций нашего орденового соединения. С праздником вас!» Сотрудникам подразделений вручали награды, почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. В этот торжественный день со сцены в адрес гвардейцев звучали теплые слова и пожелания. Глава города Алексей Сафонов подарил Осаровской дивизии памятный подарок – картину с видом монастыря, как символ города, который защищают и оберегают военнослужащие. «Большие слова благодарности хочется сказать в соединении за то, что вы всегда участвуете во всех мероприятиях, во всех событиях нашего города. Это очень важно, потому что этот город создан отчасти также и вами, благодаря вашим ветеранам, потому что тот город, в котором мы сейчас живем, те истории, те традиции, которые вы так свято чтите, были заложены в вашем предшествии». Поздравить Саровскую дивизию также приехал ансамбль песни и пляски Приволжского округа восьм национальной гвардии Российской Федерации. Танцоры, инструменталисты и вокалисты приготовили для военнослужащих часовую концертную программу. «Конечно же, мы привезли сюда праздничную программу. Совсем недавно, в феврале, у нас был фестиваль ансамблей всей Росгвардии Российской Федерации. И каждый ансамбль готовил программу для того, чтобы показать их на фестивале. И одна из замечательных программ, которая сегодня здесь, в Сарове, это та фестивальная программа». Праздник прошел с соблюдением всех норм коронавирусных ограничений. Места присутствующим распределили с сохранением необходимой дистанции. В конце марта в художественной галерее прошел торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры. На встрече чествовали сотрудников театров, музеев и библиотек. На праздники побывала и наша съемочная группа. В этом году у работников культуры большое количество поводов для праздника. 330 лет городу, 75 лет ядерному центру, 15 лет запуска программы «Территория культуры Росатома», 75 лет библиотеки имени Маяковского, 30 лет кукольному театру «Кузнечик» и 10 лет музея народной игрушки. Все эти учреждения невозможно представить без людей, которые преданы искусству и служению людям. Мы во многих позициях достаточно высоко находимся в разных рейтингах, но ключевое у нас – это не производственные показатели, не наши достижения в области безопасности. Ключевое для нас – это то, что те люди, которые живут в городе, благодаря вам наполнены теплом и светом. Благодарности и почетные грамоты получили научные сотрудники музеев, библиотек, реактеры, педагоги-методисты, художники по свету, кассиры и инженеры. Александр Николаевич Чугунников посвятил любимому делу около 25 лет. Сначала просто векториком, потом инженером, а потом ведущим инженером-энергетиком. Ну, работа у нас интересная. В то время у нас еще был парк культуры, детский парк был. Потом носилки на полудровой павильон «Старск». В свободное от работы время Александр Николаевич пишет детские стихи, состоит в литературном обществе «Саровские ключи». Работники культуры стараются ежедневно развиваться в различных направлениях, ищут новые формы общения с аудиторией, чтобы гостям и зрителям учреждений всегда можно было отдохнуть от повседневной суеты, окунувшись в творчество. В конце апреля в детской школе искусств прошла торжественная церемония, посвященная 45-летию со дня образования учреждения. Сотрудники ДШИ получили почетные грамоты Министерства культуры Нижегородской области, благодарственные письма и другие награды. 45 лет назад в нашем городе открылась детская школа искусств. За это время тысячи юных саровчан научились здесь играть на фортепиано, петь, танцевать, рисовать и создавать различные макеты, овладели игрой на народных инструментах. Сейчас ДШИ занимаются около тысячи юных саровчан. Выпускники школы нередко поступают в профессиональные хореографические или музыкальные училища, консерватории. Практически каждый месяц ребята привозят с различных областных, всероссийских и международных конкурсов дипломы лауреатов и гран-при. Все это не только свидетельство таланта юных саровчан. Ведь успехи говорят о том, что учат наших детей прекрасные педагоги, настоящие мастера своего дела. Как можно научить человеку, маленького ребенка, прекрасному, правильному какому-то эстетическому восприятию действительности и научить его воспроизводить вот это вот красивое, эстетически верное. Это, на мой взгляд, возможно только в одном случае. Если человек, который учит этого ребенка, он сам искренне любит то, что он делает, увлечен и настоящий профессионал. Антон Ильянов вручил сотрудникам школы искусств почетные гранты Министерства культуры Нижегородской области. А директору ДШИ Натальи Колповской благодарственное письмо городской думы Сарова, адресованное коллективу школы за многолетний плодотворный труд, высокопрофессиональное мастерство, преданность своему делу, творческий подход к образовательной деятельности, большой вклад в эстетическое образование детей. Также награду вручила Елена Рогожникова. Школа уникальная, школа многофункциональная, что дает большие возможности. Но самое главное, мне кажется, что в этой школе, это то, что в ней удается все время сохранять традиции. То есть мы идем вперед, учимся новому, но всегда сохраняем традиции. И на самом деле это благодаря вам, благодаря нашим ветеранам, которые сегодня присутствуют в зале и которые всю жизнь отдали работе школы. Это, естественно, тем, кто пришел и подхватил потом это знамя и понес вперед. Творческим подарком для гостей праздника стали выступления учеников и преподавателей школы. 29 апреля под эгидой волонтерского движения «Волонтеры Победы» в Сарове прошла международная акция «Сад памяти». Добровольцы посадили деревья в сквере микрорайона номер 22. О том, как это было, расскажем в следующем репортаже. В Сарове во второй раз прошла акция «Сад памяти». Ее цель – создание зеленых памятников тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году к акции присоединились учащиеся и преподаватели школы номер 11, ставшие полуфиналистами проекта «Школа Росатома». Это социальный проект, каким образом горожане могут почтить память своих предков. Вот это результат нашего проекта, нашей инициативы. Поддержали местные власти, и сегодня мы присоединились к международной акции «Сад памяти». Для Дарьи Чумаковой акция стала особенной. Школьница занимается исследовательской деятельностью, и это помогло ей в изучении боевого пути своих предков. На протяжении нескольких лет Дарья вместе с родителями искала информацию о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Бывает так, что участники пропали без вести или попали в плен, и информация о них затерялась. И когда человек узнает, что родственник у них есть, просто он пропал, а вот информация сейчас появилась, то это такой рывок в сохранении, чтобы потом последующие поколения знали о нашем бессмертном подвиге. Особенностью «Сада памяти» стали таблички, которые родственники участников войны установили рядом с посаженными деревьями. На каждой памятной табличке представлены имя и QR-код, отсканировав который вы попадете на страницу с информацией о человеке, в памяти которым посажено дерево. Проект показывает людям, как можно и как важно сохранять память человеческую, чтобы никогда не повторились те страшные эпизоды человеческой жизни, эпизоды войны. Подробная информация о проекте и участие в нем в Саровской группе ВКонтакте. Спасибо за жизнь и на официальном сайте проекта «Сад памяти». Такими нам запомнились март и апрель ушедшего года. Вспомнить важные для вас события и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, какими были май-июнь 2021-го. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Субтитры подогнал «Симон»!